Всем привет! Сегодня у нас распаковка недорогой проводной оптической игровой мышки от компании Defender с RGB-подсветкой. Именно по этой причине я её и купил. Ну и, конечно, она одна из самых дешёвых мышек с данным функционалом. Ну что, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Как видите, упаковка цветная, вся изрисованная. Такая красочная, пёстрая, яркая. Модель GM890, игровая мышка. Впервые у меня мышка от такой компании. Так, тут различные рисунки, разнообразие цветов мышек. Так, тут ничего интересного. Далее. Цена данной мышки составляет 490 рублей. Покупал я в официальном магазине. Продавец, как видите, немного порвал коробку. Я сам лично коробку не открывал, не смотрел, что там. Так, коробка выполнена из картона. Та-дам! Здесь какие-то, видимо, подарки. Кого интересует код, можете поставить на паузу. Игра Crossout. Здесь промо-код. В общем, тут дают бонус-код. Вот этот код. Можете, в принципе, его использовать. Я в эту игру не играл ни разу. Далее у нас идёт инструкция. Ещё инструкция. Всё, в коробке больше ничего нет. Теперь смотрим саму мышку. Цвет мышки чёрный. Корпус выполнен из пластика. Здесь он такой прорезиненный. Здесь 6 кнопок. Левая кнопка, правая. Колёсико. Кнопка DPI. Ещё две дополнительные кнопки. Материал корпуса приятный. Здесь Defender. Overload. Сделано в Китае. Сертификация. Так, тут всё выполнено из пластика. Шнур здесь на полтора метра. USB-вход. Вес этой мышки 220 грамм. DPI. Это разрешение оптического сенсора. Или скорость переключения курсора. Составляет максимальное значение 3200. Качество сборки неплохое. Денег эта мышка своих стоит. Моя первая мышка от этой компании. Срок службы заявлен 3 года. Что вполне внушает доверие. В общем, неплохой вариант. Я скорее купил её из-за внешнего вида. Буду эксплуатировать в постоянном режиме. Моя предыдущая мышка работает до сих пор. От компании Genius. Она очень бюджетная, простая. Работает. К ней в принципе претензий нет. Просто решил обновить. Мне понравилась вот эта яркая подсветка. В общем, решил себя порадовать покупкой. Пишите, что вы думаете по поводу этой мышки. Был ли у кого опыт эксплуатации продуктов этой компании. Какая у вас сейчас мышка. И почему она лучше этой. На будущее я себе приобрету мышку от компании Bloody или Logitech. Все их хвалят, но они значительно дороже. Соответственно, там функционал гораздо шире. В общем, в этом надо разбираться. Конечно, более дорогие мышки, они именно заточены под геймерские функции. В общем, можно поинтересоваться мышками. И какую-нибудь подобрать себе геймерскую крутую мышку. Нравится ли вам видео на эту тему, обзоры мышки и клавиатур, пишите под видео в комментариях. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не забудьте подписаться, поставьте лайк. Это очень сильно меня мотивирует на съемку новых видео. Так, мышку я подключил. Теперь оценим, какие цвета. Мышка постоянно переливается. Приятные цвета у этой мышки. Смотрите, насколько красиво она светится. Много различных режимов. Много различных режимов. Много различных режимов. Много различных режимов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok